Доброе, замечательное, воскресное утро. Оно у меня в два раза приятнее, и вы не представляете, почему. Я же говорила, что добрых людей очень-очень много на белом свете. Так вот, я сейчас свое утро начну с морковного кремушка, и у меня их аж два. Да, да, вот так вот, вот так вот. Ой, на самом деле, спасибо вам, Татьяна Николаевна, большое. Сколько я бегала, сколько я облазила, чтобы его найти. Ох, вообще, спасибо вам, Татьяна Николаевна, огромнейшее. Просто, это, это, я так рада была вообще, это словами не передать. Как я обожаю этот крем. Девчонки, если вы видите, я вам вот серьезно говорю, вот сейчас, вот так вот выглядит, вот, вот. Это Невская косметика, вот их логотип. Ох, он бомбический просто, надо на штатив поставить вас. Ох, прям новенький, смотрите, новенький. Красота. Вот этот запах, вообще, ой, не могу. Этот запах, он просто. Я вот не могу понять, вот, я не скажу, что вот он пахнет прям морковью. Хотя нет, вру, пюре морковным пахнет. Ну, вот еще мне почему-то, вот я обожаю запах, запах, знаете, гарнировской косметики. Обожаю, потому что он пахнет свежим огурчиком. Ох, я просто обожаю. У меня вот три любимых запаха. Это вот этого крема морковного, гарнировской косметики, потому что он пахнет огурчиком. И гарнировских кремов для загара, от загара. Вот они тоже вкусно пахнут. Вообще, вот кокосовое вот это вот тоже, там у них для загара пахнет, бомб, кокосом. Ой, вообще, потрясающе. Ох, и вот он прям, вот он прям вот ложится приятно. И не зря же, конечно, как я уже говорила, корейцы скупают у нас его в невероятных количествах. О чем, кстати, может сказать, как я в прошлый раз говорила, прям не видно было, но сейчас тоже будет не видно. Вот эта вот часть, вот это и досюда, на русском описание, вот здесь вот на корейском. И больше ни на каком языке описания нету вообще. Вот вообще. То есть ни на английском, ни на каком вообще нету. Единственное, состав здесь идет, ну, понятное дело, там аква, няква, все это там. Можно на кофе это намазать, потому что у нас что-то долго больше. Можно, можно. Вот, надо кофе сделать себе, детям яичку сделать. Вы яичку будете? Ну, тут глаза открыли. Вы яичку будете? Тишина. Или вам шарики с молоком навести? Ну, видимо, они еще не проснулись, потому что мы тут глаза открыли. Поэтому пока я ничего готовить не буду, а то сейчас начнет и этого не просею. Знаете, что хотела рассказать? Вот, прям сейчас кофе себе налью и расскажу. Кофе себе налью, чайник поставила. А чайник, кто будет ждать, когда закипит? Заплела себе две косички, типа колоска. Это вот все, там криво вообще. Ну, это все, на что я способна собственными руками себе. Хотела рассказать, знаете, что, про сон. Я вообще к снам очень отношусь так, ну, как сказать, равнодушно. Если бы не... Ну, нет. Все-таки я очень равнодушно отношусь. Чаще всего они мне даже не запоминаются. Но, я считаю, если сон произвол у вас впечатления какое-то, даже если он бредовый, а чаще всего так и есть, приснится какой-то бред, и он оседает в голове, то чаще всего этот сон, как по мне, это было не просто так. И у меня даже сформировалось правило. Если приснился сон и не выходит из головы, нужно, как минимум, еще одну ночь с ним пережить, и еще одну ночь в голове с этим сном. И, возможно, он забудется после второй ночи. Вот, получается, сегодня воскресенье. Сон с пятницы на субботу мне приснился. Я вчера целый день ходила о нем, думала, заходила в сонники. Блин, ну сонники это вообще бредовая вещь, это вообще просто отдельная тема. К ним обращаться, это вот ерундистика просто. И я с ним походила вчера весь день. Поспала еще, получается, одну ночь. Сегодня вообще не помню, что мне приснилось. Но картинки того сна до сих пор стоят у меня перед глазами. Вот это я называю, что если запомнилось, отложилось в голове прям вот так вот, значит, что-то значит. Я, если сейчас не забуду, расскажу еще один сон, который действительно в моей жизни много лет назад оказался, как я думаю, вещем. Но, по крайней мере, символичным очень. И вот мне сон такой приснился, что я встаю утром и понимаю, что у меня короткая стрижка. Ну вот как бы не прям под мальчика, а вот что, ну вот как бы вот так. Вот так вот, коротенькая такая очень. То есть, если я распущу, у меня корешечка вот так. А здесь, вот знаете, ровная коре вот так вот. И вот так вот она идет как-то. То есть, здесь совсем вот, вот здесь вот у корней вот так прям чуть-чуть волос висит. И я так все трогаю, что вот у меня волосы короткие. Я спускаюсь вниз, подхожу к зеркалу, понимаю, что мама дома, потому что как бы, ну там, слышишь, что-то на кухне. Подхожу и понимаю, что у меня свой цвет волос, а частями седой. То есть, особенно вот здесь вот внизу седое. И там здесь прядка, тут прядка седая. И я стою, смотрю на себя в зеркало, и мои мысли. Как хорошо мне эта стрижка, это первая мысль. И вторая мысль. Я покрасилась так неудачно, а я, у меня аллергия на краску, то есть я не могла. Ну и вот это, ну не могла же я за одну ночь посидеть кусками. Я стою и понимаю, что я не могла покраситься, потому что, ну у меня просто химический ожог сразу начинается. А тут все нормально, все нормально, то есть только вот кусками вот эти седые волосы. И я такая, мам, то есть говорю, и сама вот так дотрагиваюсь до этих седых прядок и понимаю, что вот так вот делаю. И они у меня в руках остаются, вот именно седые прядки. И я вот беру вот так вот и понимаю, что мой цвет, вот где мой цвет волос, мои волосы, все хорошо. А вот эти седые прядки у меня прям выпадают, остаются в руках. И все, я как бы, то ли дальше я не помню, то ли я проснулась, я вот помню вот этот вот отрезок. Ох, я вообще в таком шоке. Ну как сказать, ну вот меня прям оставило неизгладимое впечатление от Сона. Я уже второй день хожу, просто вот думаю, думаю вот этот вот. И полезла я в Соник, конечно, ну ерундистика там написано. Ну сам прикол, что я такой Соник нашла достаточно достоверный. Если у вас выпадают белые волосы, то к тому-то. Если седые волосы, то к тому-то. Если с короткой стрижки, то к тому-то. Если с длинной стрижки, если они в ваших руках остаются, если они в чужих руках остаются. Ну как-то вот такой вот прям, прям вроде кажется, да, там прям достоверный такой, как бы, может так сказать, Соник, что прям по полочкам все разложено, ну, такой бред написано. Вот, у меня там получалось, как бы, если ему верить, этому Сонику, то что-то к успехам на работе, что-то, наоборот, к неуспехам на работе, что-то к победе над врагами какими-то, которые якобы появятся в моей жизни, что-то над поражением. То есть там вот все пункты противоречили сами себе, потом я обратила внимание. Вот, то есть как-то так. Ну, в общем, не знаю, мне очень трудно всегда толковать свои сны, вот, если вот они вот такие вот, вот такие вот непонятные, потому что, вот тут все, на котором я хотела рассказать, в 2013 году, у нас был очень сложный год, и я помню, что мне приснился сон, я еще позвонила, кто-то маме рассказала про него. В общем, во сне дело происходило в квартире, где сейчас моя тетя с дядей. А тогда жила там бабушка, вот, раньше, когда была жила там, жила моя бабушка. Вот, и сон начинается с того, что я в этой квартире с мамой, еще там кто-то был, ну, понятно дело, тетя, дядя, но, в общем, я понимаю, что какое-то мероприятие, ну, праздник там, ну, родственники собрались, вот, вот у них в этой квартире. И мама мне говорит, Кать, вот сон начинается с того, что все суетятся, что-то, и мама ко мне подходит и говорит, Кать, сходи за солью, к соседке соль закончилась. И я выхожу, а на площадке четыре квартиры, и я иду наискосочек к соседке, вот, стучусь, и мне открывает бабушка. На тот момент ее уже давно, как бы, нет, и я, как бы, это понимаю во сне, что, ну, не может она, что она умерла. И у меня ступор, то есть я стою и не могу поверить, что я ее вижу. И она мне говорит, заходи быстрее, у нас очень мало времени. У меня аж мурашки, я говорю, я до сих пор этот сон, вот, как наяву. Заходи быстрее, у нас очень мало времени, мне тебе очень много нужно сказать. Практически я вот так вот, у меня чуть ли не зашкирвятник, давай, давай скорее, я в квартиру, у меня, естественно, вопросы, как ты тут, что, как ты, чего, ну, то есть ты же умерла, то есть, ну, у меня логично, во сне, ну, как бы, у меня шок. Она меня некогда берет в тетрадку и что-то пишет, 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 со мной не разговаривает. Со мной не разговаривает. Я, у нее вопросы, она мне не сейчас так. Она мне, значит, пишет, пишет, что-то пишет, вот, прям вот, проходит какое-то время, и она вот кладет вот так вот тетрадку, получается, чтобы, как бы, вот так вот, то есть я стою с одной стороны, она с другой, и между нами вот эта тетрадь. Я помню, что я на нее взглянула, там было очень много текста быстро написано, у меня бабушка безумно красиво писала, а тут быстрый-быстрый-быстрый текст. Там было вот там тетрадки, вот так все обведено, какие-то слова там, ну, прям вот, знаете, вот там текст написан, одно слово прям жирно-жирно, вот так несколько раз обведено, другое там еще, и очень много вот этого текста, что-то подчеркнуто. И она говорит, запомни, тетрадку тебе брать нельзя, просто посмотри и запомни, и передай маме. И я в таком шоке, я помню, я не знаю, что там было написано, я не помню, я помню, что это было прям что-то, прям такая вот какая-то информация, вот много всего введено, там все. Она мне запретила брать тетрадь, она мне даже, ну, как бы, то есть с собой ничего нельзя было забрать. Она меня, ну, как бы, сказала, иди. Я говорю, ну, как, а ты можешь, она такая, мне нельзя, иди, не забудь передать маме все, что я сказала, все, что я написала, получается. И я в таком шоке, я выхожу из квартиры, и у меня сон обрывается. Я была реально в шоке, я звоню маме, я даже вот это мое правило, что нужно, там, переждать со сном. А мне, я прям звоню маме, говорю, это что такое было? Я вот, ну, действительно, ощущала себя рядом с ней, что вот она хочет сказать мне что-то важное, что вот, вот вы не представляете, это было, я говорю, этот сон мне до сих пор настолько явный, настолько четкий перед глазами стоит. И вот я так понимаю, потом, когда, оглядываясь назад на то, что было в тринадцатом году, как жизнь просто перевернулась с ног на голову, у меня даже ком в горле стоит, о том, как жизнь перевернулась с ног на голову, и так вот все пошло, да, как-то совсем по-другому. Ну, то есть, когда ты живешь с одними людьми и по одному, а тут все переворачивается, и кто-то уходит, кто-то принимает для себя какие-то решения, которые в дальнейшем на тебе сказываются, вот. Ты принимаешь какие-то решения, которые в дальнейшем на тебе сказываются. В общем, очень такой... Так, сейчас я вас подниму, буду кофе делать. Опа. Вот. Я говорю, я, блин, я этот, вот этот сон, я его помню до сих пор, он был настолько явный, он был, вот, просто словами не описать, там собака пришла. Вот. Поэтому я в сны верю, но только тогда, тогда, когда они на вас оставляют неизгладимое впечатление. И если даже вот кто-то мне сон рассказывает свой, человеку сразу видно, сон у него, он просто рассказывает вам сон, потому что он показался бредовым, и он его... Ну, многие... Ну, реально, я вот сны не запоминаю. Поэтому считаю, наверное, то, что сон не запомнился, и это уже, наверное, какое-то, да, ну, если он запомнился, и ты даже как-то вот, ну, приснился и приснился, там, как-то, ну, бред. И даже в голове его не держишь, как бы, ну, значит, реально бред. А вот такие сны, как вот мне приснился недавно, или которые вот я сейчас рассказала вам, в 13-м году, которые вот вы проносите сквозь, прям, года, и до сих пор их, помните, они что-то значили. Так что такие вот делаем, ладно, сейчас, наверное, куфеечку, что-нибудь расскажем.